Здравствуйте! Приветствую вас в выставочном комплексе «Салют Победа» Оренбургского губернаторского музея. Сегодня я расскажу вам про автоматическую зенитную пушку образца 1939 года. Расчет этого орудия состоял из 7 человек, калибр ствола 37 мм, дальность стрельбы 3500 метров, скорострельность 180 выстрелов в минуту. Пушка была разработана в 1938 году на заводе номер 8 имени Калинина под руководством главного конструктора Михаила Николаевича Логинова. Прототипом для создания этого оружия стала швейцарская 40-мм автоматическая зенитная пушка «Бофорс». Опытный образец автомата был принят на испытание в октябре 1938 года и показал неплохие результаты, а в следующем 1939 году его приняли на вооружение Красной Армии под обозначением 37-мм автоматическая зенитная пушка 61К. Устройство позволяло вести огонь очередями и одиночными выстрелами. Питание автомата пушки производилось из металлических обоим емкостью 5 выстрелов, вручную подававшихся в магазин заряжающим. Причем новая обойма могла быть подана до израсходования предыдущей, что позволяло вести непрерывный огонь. В боекомплект входили выстрелы с осколочно-трассирующим и бронебойно-трассирующим снарядами. Последний на расстоянии 500 метров пробивал броню в 40 мм. На стволе монтировался пламя-гаситель, предназначенный для предохранения наводчика от ослепления во время выстрела и для смягчения резких звуков выстрела. Как в походном, так и в боевом положении, лафет орудия находился на четырехколесной повозке, которая обеспечивала скорость движения до 60 км в час. Перевод орудия из походного в боевое положение занимал у расчета 25-30 секунд. Всем известно, что зенитная артиллерия отражала удары вражеской авиации, но кроме того, зенитки успешно использовались и в борьбе с наземным противником. Они уничтожали его танки и пехоту, особенно это было характерно в первый период войны, когда остро ощущалась нехватка противотанковой артиллерии. Противовоздушная оборона сыграла огромную роль в защите Москвы. Воздушные налеты на Москву начались в ночь с 22 июля и продолжались до 5 декабря 1941 года. За это время немецко-фашистская авиация предприняла 122 воздушных налета на столицу нашей родины. В них участвовало около 8 тысяч самолетов. Городу смогли прорваться лишь 230, это всего 3 процента. Советское ПВО оказалось практически непреодолимой для вражеской авиации. В небе Москвы было сбито более 1300 фашистских самолетов. С начала Великой Отечественной войны и до самой победы над Германией именно с этим оружием воевал наш земляк Алексей Александрович Брыкин, командир 1360-го зенитно-артиллерийского полка. Родился он 8 марта в 1919 году в городе Оренбурге. Особо отличился на завершающем этапе Висло-Одерской операции. В ночь на 25 января 1945 года подразделения полка майора Брыкина на самодельных плотах и десантных лодках переправились на западный берег Одера. Командир, одним из первых переправился через реку, лично командовал переправой и отражением налетов вражеской авиации. Два дня шли ожесточенные бои. Они вели огонь не только по воздушным, но и по наземным целям. Танкам, бронеавтомобилям, огневым точкам и живой силе противника, который стремился сбросить наши передовые части с плацдарма. Подлинный героизм и незаурядное мастерство в управлении подразделениями проявил командир полка майор Брыкин. Его бойцы-зенитчики на Одерском плацдарме сбили 18 самолетов, подбили 4 танка, уничтожили 600 фашистов и способствовали переправе основных сил армии. Звание Героя Советского Союза Брыкину присвоено 10 апреля 1945 года за форсирование реки Одер и проявленные при этом мужество и отвагу. Его именем названа одна из улиц в городе Оренбурге. Советская 37-мм автоматическая зенитная пушка с честью прошла всю войну и завершила свое участие салютными залпами в поверженной столице Третьего Рейха.